Приветствую вас и ситуацию, которая происходит, нельзя назвать однозначной, потому что вы ее описали достаточно бедно, кроме того, что мужчина несчастный, мужчина, значит, под действием порчи. И так далее. Могу сказать так, что именно причин, по которым человек начал вам реже писать после того, как 15 минут провел с вами, может быть много. Но все они делятся на две большие категории. Первая категория – это когда человек понял, что вы для него слишком хороши, и он не может вам обеспечить то, чего бы вы от него хотели. И вторая категория – это когда человек понял, что вы ему не подходите. По большому шуту – это две возможные категории причин, по которым мужчины так себя ведут. И поскольку этой категории две, то и вероятность 50 на 50, то есть либо-либо. И на самом деле вы в этом ситуации можете гадать очень долго, что вам делать, как вам делать и так далее. Вы пишите, что у человека есть определенные проблемы, что он стал жертвой обстоятельств. С тем, что сейчас тяжело и у него есть трудности. А вы, как человек, который является доброжелателем мужчины, можете ему помочь. Но очень важно, чтобы вы отдавали себе отчет в том, в какую направленность имеет ваша помощь, в случае, если она действительно состоится. То есть очень важно, чтобы помощь сама по себе была бескорыстной, чтобы вы, если решите человеку помочь, понимали, что вы за это, может быть, и, скорее всего, ничего не получите. То есть он не станет больше с вами общаться, например, он не станет там, как-то к вам ближе и прочее. Отдавайте себе в этом аксёре. И если, имея в виду данные обстоятельства, вы все же захотите ему помочь, то помогите. Помогите ему преодолеть проблемы, которые у него сейчас есть. То есть посмотрите, что вы реально можете сделать для того, чтобы помочь человеку справиться вот с теми трудностями, которые вы описали. Может быть, может быть, набрать для человека к нам на ресурсы, чтобы ему здесь помогали. Может быть, как-то еще помогите. Ну, сделайте что-нибудь, чтобы человеку было легче. Но перед этим, поскольку вы не так много знаете мужчину, не так долго, перед этим нужно убедиться, что он вас не обманывает. То есть он специально не придумал все это для того, чтобы вести себя так. Ибо слишком большая вероятность, что такое может быть. Значит, постарайтесь как-то в общении с мужчиной непринужденно попросить доказать, что с ним действительно это происходит. Как? Да очень просто. Вот у человека есть проблемы, и они ему мешают жить. И если у человека действительно и коститься от них, от проблем, то он, естественно, хочет как можно скорее, как можно быстрее решить их. И если вы предложите ему помощь, он ухватится за эту идею и будет вам благодарен за то, что вы предложили ему выход. Но если вы на предложение о помощи увидите нежелание человека остаться решать, то это уже очень привозный звонок. Потому что, даже если это правда, то мужчина не отличается решительностью, не отличается упорством, телезустремленностью для того, чтобы решать проблему. А это характеризует человека как, ну, не очень сильного, не очень мужественного и не очень надежного. Потому что тот мужчина, который прогибается под проблемами, а проблемы есть всегда, ну, он не может быть опорой для женщин. И в любом случае, реакция на ваше предложение о помощи покажет вам лучше всего, а возможно ли у вас с ним отношения или нет. И здесь, для того, чтобы вы были максимально защищены, нужно обязательно сделать акцент на том факте, что вы уже давно без мужчин. Если вы определенно хотите семью, то вы определенно хотите семью, может быть, вам надоело быть одной, если вы на протяжении долгого времени были одиноки. И вот это ваше стремление быть мужчиной может помешать вам адекватно, здраво оценивать то, что происходит с вами. Вы можете благодаря своим желаниям не увидеть, как мужчина, например, вас обмазывает, как мужчина вами пользует, как мужчина морочит вас в голову, например, и так далее. То есть, он очень важен давать себя счет в том, чего выходить от мужчины и ради чего делается то, что делает. И, конечно же, желательно четко понимать, а какой мужчина вам нужен. Вот вы сейчас встретили человека. У этого человека есть проблема, вы его немножечко даже жалеете. Как вы думаете, можно построить отношения на жалость? Устраивает вас такой мужчина, который нуждается, скажем так, в вашей помощи? Просите себя об этом. Это очень важный вопрос. Потому что если нет, то нечего тогда на него и время тратить. Нет, помочь, конечно, ему можно помочь, постараться помочь. Но лично велика вероятность, что подобная помощь наложит определенные отпечатки на ваши отношения в будущем. Мужчина будет считать, что вы можете решить его проблему и будет через сур полагаться на вас в трудных моментах. Сам при этом не желая решать трудности, не желая решать проблему. А это далеко не всегда хорошо. Поэтому прежде чем что-то в него вкладывать, как-то стараться ему помогать, эмоционально вовлекаться в то, что вы делаете, спросите себя, какой мужчина вам нужен. Есть ли у вас идеал, есть ли у вас образ мужчины, который вам подходит. И принимаете ли вы в качестве реального человека мужчину, о котором идет речь в вашем сообщении, или вы стараетесь подогнать его под образ свой, идеаль, который вы нарисовали. И он, этот образ, скорее всего, формируется вашими желаниями, вашими стремлениями, может быть, страхом и так далее. А это означает, что не является настоящим. Не является реальным. И как такового реального человека вы не принимаете. Иными словами, если вы хотите ему помочь для того, чтобы тем самым его привязать к себе, то делать этого не стоит. И помогать ему в этом случае тоже не стоит. А если вы можете помочь, постараться помочь ему, но при этом не будучи вовлеченной эмоционально в отношении с ним, то помогите. Помогите, и он вам будет благодарен. Но ни на что не рассчитывайте. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались. Обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если делаете его лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!